Около 200 работ воспитанников «Импульса» гармонично разместились в залах историко-культурного центра. Это первая масштабная выставка за всю историю учреждения. Огромную благодарность выражаем историко-культурному центру за то, что наши работы здесь представлены. Мы же не имеем такой возможности. У нас нет такого зала, нет такого оборудования, чтобы собрать работы и вот так представить, и долго, чтобы они экспонировались. Ученики центра детского творчества «Импульс» постоянно принимают участие в наших больших выставках. И в прошлом году мы решили, что, во-первых, юбилей центра детского творчества, а во-вторых, такое количество работ уже, которых хочется в одну совместную выставку не помещается. И мы решили, что как раз к лету, к лагерной кампании мы подготовим такую большую выставку. На торжественное открытие были приглашены почетные гости. Исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Наиля Нугаева отметила высокий уровень мастерства участников, работы которых представлены на выставке. Хочу поздравить вас с наступающими каникулами, чтобы вы набрались еще больше вдохновения для своих работ и пришли с новыми идеями в новый учебный год. Нина Владимировна, вам большой низкий поклон за вашу работу, за ваше творчество, за ваши гениальные идеи. Картины юных художников стали основой экспозиции. Яркость красок и неповторимость сюжетов завораживает и погружает в сказочный мир детских фантазий. О каждой работе я могу рассказывать, потому что обязательно с ней что-то связано. Но вот есть необычные работы, которые меня просто удивили. Вот, например, здесь представлена работа «Сон Татьяны Лариной». Я, несмотря на то, что когда-то читал Евгений Онегин, но уже забыл вот этот момент, что там такой страшный сон ей снился. И вот моя ученица напомнила мне об этом, потому что был конкурс, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, и вот она выбрала такую тематику. Автор картины «Сон Татьяны Лариной» Софья Рогачёва уже три года занимается живописью. В планах художницы – освоить как можно больше техник рисования. Сейчас очень много пишу акрилом, маслом. Освоить хочу акварель, наверное. Очень даётся мне плохо техника. Разбавила радужную палитру Ксения Соловьёва графическими работами, простым карандашом. Она мне легче даётся, чем живопись, потому что я привыкла с самого детства работать со мной в карандаше, потому что цвет – это не моё. Ещё одно направление – широко представленное на выставке «Роспись по дереву». Изображается, как семья и друзья и дети празднуют Новый год. Семейный уют, тепло, заботу, Новый год, атмосфера. На выставке мы представляем коллекцию 2022-2023 учебного года. На выставке представлены 43 работы с 42 исполнителей. Большинство работ представлены в технике традиционной геометрической резьбы по дереву, в технике плоскорельефной резьбы по мотивам Абрамцева-Кудринской. Познакомиться с творчеством юных художников и мастеров может любой желающий. Выставка будет работать до 16 июля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.